Семь дней с начала эксперимента мы проводим последние учеты в чашках Петри. За прошедшие три дня изменений не так много, но тем не менее они есть. На вариантах, где применялась повышенная норма протравителя, как с цитогуматом, так и без, на 1% увеличилась схожесть. Также заметны изменения в длине ростков. Если раньше лидировал контрольный вариант, то сейчас варианты с пониженной дозировкой и рекомендованной дозировкой опережают контрольный вариант. Я связываю это с тем, что на контроле стали развиваться грибы. Вот вы можете их видеть. Это прежде всего мукор и пенициллиум. Видимо, это как-то сказалось на развитии проростков. Если подводить итоги всего эксперимента, в чашках Петри, можно сделать вывод, что на варианте, где применялся цитогумат, есть небольшие изменения, то есть энергия прорастания была выше. Также схожесть итоговая оказалась чуть-чуть, но выше, чем на варианте, где был просто протравитель. Также мы наблюдали незначительный ретардантный эффект на вариантах с повышенной нормой протравителя. В этом лабораторном эксперименте совместно с протравителем на ряде вариантов мы использовали препарат цитогумат производства компании Агрофармика. В состав препарата входят глининовые фульвокислоты, макро, мезо и микроэлементы, находящиеся в форме низкомолекулярного глининового хелата. Целью использования данного препарата было выявление его действия на ретардантный эффект. Мы использовали дозировку 330 грамм на тонну семян. Это одна из низких дозировок производитель рекомендует использовать дозировку до полулитра на тонну. Какова ситуация в наших специальных коробах? Вот вы видите два короба с наименьшей глубиной посева 3 сантиметра. Слева короб, где применялся просто протравитель, справа с цитогуматом. Что интересно, в левом коробе без цитогумата всходу мы увидели на четвертые сутки. Немного раньше, буквально на полсуток, чем на варианте с цитогуматом. Также из интересных наблюдений, вот правый вариант, это повышенная норма протравителя. Здесь схожесть 100%, то есть 20 семян из 20 взошли. На всех остальных вариантах контроль слева, это пониженная норма, это рекомендованная. Всхожесть составила 17 зерен из 20. В коробе с цитогуматом общая всхожесть побольше, однако также на варианте с повышенной нормой протравителя все 20 зерен взошли. Но здесь мы видим отличие. Контрольные растения более быстрее всходили и сейчас они выше. На варианте с повышенной дозировкой они меньше. Также вы можете наблюдать такое явление как гутация. Это капельки на краешке листьев. Многие путают такое явление с росой в полевых условиях. Но это гутация, она проходит при повышенной влажности. В других коробах, вот перед вами короб слева 6 сантиметров глубина, правый тоже 6 сантиметров. Слева использовался цитогумат, справа протравитель без цитогумата. На варианте с цитогуматом всходы появились на шестой день, также на пол суток раньше, чем в другом коробе с соответствующей глубиной без цитогумата. на вариантах с глубиной 9 сантиметров. В сходах спустя 7 суток пока еще нет. Итак, подведем окончательные итоги нашего лабораторного эксперимента. С одной стороны вы видите нашу рабочую доску, на втором мы нанесли результаты испытания в коробах. Детры результаты представлены на педьмой кубке, который вы только что видели на своем экране. Здесь на девятые и сильно поменьшенные результаты, которые изменились на 14 дней. Больше они не менялись. Верхняя часть 3 варианта без применения цитогумата, то есть здесь был только один протравитель. В нижней части протравитель плюс цитогумат. Глубина заделки 3-6-9 сантиметров, соответственно нижняя часть тоже самое 3-6-9 сантиметров. Результатов близких 100% мы здесь не видим, в отличие от опыта с чашками петри. Мы видим, что на варианте глубина заделки 9 сантиметров, цитогумат увеличил схожесть ровно в два раза. На остальных вариантах цитогумат также позволил увеличить схожесть, но незначительно. Из этого делаем вывод, что препараты, такие как цитогумат, позволяют нивелировать ретурдантный эффект и повышают схожесть и энергию прорастания. Значит этот вопрос требует дальнейшего изучения. А на этом все. Впереди нас ждут новые лабораторные эксперименты.